приветствую сегодня хотел бы поговорить о скрипт философии и скрипт психологии новой молодой дисциплине которую вел игорь данилов и здесь хотел бы посмотреть некоторые вопросы субъектной устроенности вот этого вот этого дела всего вот и сначала я план небольшой значит вы скажу потом отдельно по пунктам пойдем значит значит нужно будет нам различить скрипт психологию от одноименной философии будьте здоровы потом обозначить главную пару понятий которые я скрип психологии так условно вожу вот потом проведем сущностное развлечение между этой скрипт философии скрипт психологии здесь очень интересный момент будет вот и потом выскажу свою главную идею в отношении скрипт психологии которые в основном буду говорить значит ну и в конце если там получится разберем ситуацию вот с двумя суждениями декарта которую игорь данилов давно еще пытался хотел провести между между этими суждениями соответствие это значит суждение о том что осуждение декарта о том что человек свободен не выбирать что-либо а в своем выборе он уже не свободен и второе суждение это значит значит осуждение я мыслю значит существую и какое между ними отношение между двумя этими формулировками декарта если какая-то связь или нету вот очень интересный момент я бы хотел это кстати говоря мы потом ссылочка в качестве контекста нам нужно несколько ссылок привести а потом вам дам мы потом их приведем это будет три ссылки этот декарта значит скрипт психология и маркиз десад достоевский маркиз десад вот значит и прежде хотел значит некоторые общие знаменатели чтобы выскажу некоторые свои мысли по этому поводу вступительные чтобы мы пришли к некоторому общему знаменателю в понимании хотя мог к самому общему в понимании вот этого вопроса значит философии вот скрипт философии мы говорим о отношении индивида к происходящему о двух формах основных отношения индивида к происходящему это первая форма в качестве значит собственной части происходящего когда индивид выступает качестве собственной формы происходящего когда он отдан на откуп этому происходящему и вторая форма это когда индивид выступает в качестве ну назовем так не собственной формы происходящего я могу привести пример что было понятно чуть-чуть из жизни свой у меня никогда прорвало трубу в комнате и я пошел в управдом или в ту организацию, не помню, как называется, да, в ЖЭК, где это дело все, проблему решали. Я, значит, стоял и смотрел на женщину, которая управляла в этом ЖЭКе, а это было такое, самое начало отопительного сезона, там у всех эти трубы рвутся. Она выступала в качестве вот этой вот собственной формы происходящего, причем абсолютно. Она решала очень много проблем ежесекундно, ей со всех сторон валились звонки на сотовый, на стационарный, приходили постоянно полупьяные ее работники, которые там сварщики, не сварщики, она им постоянно раздавала указания. Я же выступал в качестве вот этой несобственной формы происходящего и созерцал это и удивлялся, как эта женщина имеет столько много сил и нервных прежде всего сил, которые позволяли ей так действовать невероятно. Вот, значит, с этим немножко понятно, как бы, то есть я не удаляю здесь в антологию формы, где бы мы дальше уже смотрели, как они друг друга там взаимодействуют, когда форма подражает сама себе или там своей деятельности, которая означивает. А вот в таких вот грубых формировках надеюсь, тут ясно все, да? Ну, хорошо. Пробязательно. Или нет? Ну, ладно, ладно. Ты просто двигайся. Дальше, да? Вот, и, значит, когда мы говорим философии о этих двух формах отношения индивида к происходящему, мы говорим, эти формы у нас даны как противоречиво-противоположные. То есть, когда существует одна, не существует другая. Вот тот же самый христианский, например, с охотником, который охотится на мамонта, потом приходит домой, приходит к своему костру и одевает шкуру медведя и начинает танцевать. Когда мы разговариваем, когда мы говорим о том, что он охотник, мы уже вовсе не мыслим, что мы даже не можем мыслить о том, что он здесь является еще и тем человеком, который может одевать шкуру медведя и быть как медведь. Вот. И такая же ситуация, когда мы рассматриваем ситуацию, когда он эту шкуру одевает уже и уже не является охотником. Такая ситуация в скрипт философии. Вот когда мы по отдельности рассматриваем эти две формы в чистом виде, грубо говоря, в психологии эти формы мы назовем состояниями. Эти два состояния. Первое состояние, соответственно, это, я вот так и называю, скрипт состояние, а второе состояние дескрипт состояние. То есть в случае скрипт выполнения дескрипт, ну, так если расшифровывать, описание. И вот мы имеем два таких региона субъектности. Деятельный регион субъектности и, грубо говоря, описательный. или созерцающий регион субъектности. То есть, или, грубо говоря, деятель и созерцатель. Вот с самыми примитивными формулировками, если обозначить. И здесь самое главное, что нам нужно понять, что в философии мы рассматриваем эти два отношения изолированы друг от друга, две формы отношения к происходящему. А в психологии нам нужно рассмотреть, что эти формы, эти два состояния, отношения их друг к другу. Вот какой момент. И я во многих примерах готов отстаивать вот эту идею. Во множестве примеров и с охотником, и со всеми остальными, какие можно только привести. Да любые можно бы, в принципе. И, в общем, это вот основной мой посыл, который, вот эта идея, в общем, образующая идея скриппсихологии, это вот в том, что эти два состояния, в психике мы только можем рассматривать именно состояние, а не формы отношения к индивидууму. Эти два состояния, они друг друга некоторым особым специфическим образом опосредуют. И это вот ложится в основу устроенности вот этой субъектности. Это зря так скажешь, потому что потом с тем самым мой ебеки пойдет с убирать. Да. Вот. Вот. Значит, какие здесь примеры? Вот опять вернемся к охотнику. Когда охотник охотится на мамонта, здесь главным встает именно вот этот деятель. Деятель, непосредственный деятель, который общается, который отдан на лодку происходящему. Но мы не можем сказать, что этого созерцателя в нем нету. Он же, этот созерцатель выступает в качестве подчиненного, подчиненного состояния. И почему? Потому что этот охотник созерцает все целое, свою охоту, что он должен сделать и реагировать. Это созерцание в нем, понимание всего этого целого находится в его сознании. Но оно выступает в качестве подчиненного деятелю. В противоположном случае, когда он приходит к своему костру на праздник и одевает шкуру медведя. Здесь противоположная ситуация. Здесь созерцатель доминирует над деятелем, но деятель никуда не устранился. Деятель здесь выступает в качестве того, кто танцует, изображает медведя, а созерцатель это воспринимает как вот это вот слово. Как? Почему? Потому что охотник, он не хочет быть медведем, правильно было сказано. Он хочет быть на того, кто хочет быть медведем. Вот если так грубо прям феноменологически высказать это суждение, кто хочет быть именно самим этим медведем. То есть здесь как бы вот этот охотник, он выступает в качестве и зрителя, и актера. Это очень интересное состояние, конечно. Вот. И вот эти два состояния, они в любых примерах мы видим, как они друг друга используют и паразитируют как бы друг на друга. друг на друге. И вот это и подлежит строгой дискрипции вот все вот эти взаимоотношения вот этих двух состояний. Вот какая моя основная идея, которая бы позволила именно теоретическую часть скрипп психологии положить в основу. Конечно же философии, вот тут различные можно случаев рассмотреть пример с подпольными людьми, которые не хотят работать, потому что хотят избавиться от этого, не хотят пребывать в этом скрипт состоянии. Но они же тогда пребывают в дескрипт состоянии, пока они таковыми находятся. Вот какой мой основной посыл и использование этих двух понятий. Тут собственно с основной частью я так очень быстро расправился как-то. Думал, что это будет дольше. есть может какие-то здесь вопросы промежуточные в отношении всего этого дела? Как-то может это противоречит с вашим представлением? Потому что я подозреваю, что противоречит, но я эти противоречия могу решить. Нет, я не очень уверен, что ситуация с задержательностью здесь она возможна. Ну представьте себе непосредственного деятеля. Вот перед тобой кошечка, да? Маленький котеночек, голодненький, такой-то дай. Что должен делать непосредственной деятелей? Помыть, накормить, обогреть? Да. А здесь ситуация содержательности она вызывает противоположную ситуацию. Взял на него и посмотрел. Посмотрел и прошел мимо. Вот эта ситуация как раз я думаю она нестерпима. Обязательно этого котенка надо пнуть. Или на дерево привезти. лапом отрезать. То или что-либо еще. То есть не потому что его жалко. Ты отрезаешь ему лап потому что его жалко. Девочка красивая лежит в кустах ногой. Другой бы изнасиловал а я лишь пнул ногой. Вот это такова ситуация. То есть именно когда ты отрезаешь лап котенку или его убиваешь в этой ситуации ты убиваешь его почему? Потому что жалко. Убиваешь его почему? Потому что ситуация вот этого скрипта сдающего себя происходящее что надо обогреть накормить что-либо еще сделать. В зависимости от установок почему же? Вот если ты нормальный вежливый ласковый созерцательный добродетельный мальчик то ты к нему приходишь если ты обогрел накормил бездомный накормил без котенка приютил девочку так же накормил и приютил а здесь ситуация есть другая ситуация трагичности если ты не только воспитанный честный мальчик а еще и тот который ты еще усиленно сознающий то тогда ты с котенком должен сделать какую-то гадость но по-другому не получается если ты девочка сделает какую-то гадость Дело в том что это частный случай именно антологии художественной формы она нам предписывает вот эти всесуждения вполне возможно именно художественные потому что только тогда ситуация оказывается описуемая я с тобой согласен потому что если бы было бы какое-то зависание идешь идешь а тут котенок ты вместо того чтобы на храме взял и завис ситуация зависания она неописываемая да в общем а ситуация отчаяния происходящая когда ты отрезаешь котенку лапу допустим она грубо говоря это самое дело в том что не важно что мы сделаем важно что мы это сделаем одни здесь в качестве предпосылки будет выступать либо мы сознающие либо мы то есть рефлексирующие глубоко либо нет это же выступает в качестве предпосылки тому что и в обоих случаях будет ситуация скрипта так или иначе но дело в том что зависит от того что будет доминировать скрипт или дескрипт дело в том что вот мы обозреваем котенка который значит болен мы можем обозреть дальше еще более общее что лучше его убить чем просто накормить ибо потом он все равно так же где-нибудь загнется еще больше потому что если идет настоящий охотник то есть не воспитанный наш культурный среде то для него любой котенок это просто добыча его не надо пожалеть это с него можно снять голову опять-таки это зависит от обозрения того целого который мы обозреваем неважно у охотников тоже есть какая-то там архитивная позиция но я говорю про человека в нашей культуре в нашей культуре вот взял котенка жалко накормил обогрел и так далее а и противоположная этому ситуации ты опять находишься в нашей культуре ты отрезаешь лапу котенку только по той простой причине что его жалко оно не потому что его жалко по-настоящему а потому что ты не только захвачен происходящее то есть вот этим самым котенком ну сознаешь что ее отношение происходящим то есть отрезание лапы котенку или девочка красивая режет в кустах ногой да нормального поручика ржевского пошел и если бы изнасиловал поручик ржевский бы изнасиловал а я не спнул ногой пнул ногой почему по той простой причине что с тебя вот эта самая ситуация она как бы оказывается нестерпимо ты рефлектируешь ее ну вот она для тебя абсолютно доступна вот она тебе задает простейшие действия которые существуют которые понимают тебя поручи ржевский вот такая поэтому я вот этот термин содержательности не очень понимаю содержательности да вот эта содержательность это не просто какое-то зрение обозрение чего-то а осознавание опять-таки осознавание это границ основания бывают разные просто мы можем ну как же я говорил что мы одни будут одно целое созерцать другие и другое целое. Третье еще большее целое будет созерцать, которое будет опровергать вот эти два последних. И вот корень нашего, да, получается непонимания в том, что это сложная, практически рекурсивная структура, которая друг на друга ссылается, и всякий индивид по-своему поступит в этом случае. Ну, во всяком случае, во всех этих случаях будет как раз-таки доминировать вот эти две вещи, то есть они только и существуют. Обозрение целого и выполнение в соответствии с этим опозрением. Либо же противоположный случай, либо мы подчиняемся этому созерцанию и выполняем то, что требует наша рефлексия. Я просто хочу сказать, что рефлексия, как бы форма рефлексии оказывается формой отчаяния. Вот они между собой как-то разделены. Вот была часто демонстрировала непонимание этой происходящей, говорит, что вот, мол, с того, но Достоевского, то один, то другой, то холоден, то горячий, что холод, все это свобода. В смысле экзистенциализма определяет. То ты утром прачка, на следующий день философ, потом снова прачка, потом стрелок, на третий день дурян, и в этом проявляется твоя экзистенциальная свобода. Здесь проявляется совсем не так. Видишь, видишь котенка. Жалко его. Вроде жалеешь, тут лапу ему отрезаешь, потому что ты понимаешь, что ты котенок задал тебе, что котенок есть, а тебя нет. Ему лапу отрезал. Потом видит, он опять страдает, и опять его пожалел, молочка ему прокрулил. Потом снова рефлексирует, снова лапу ему отрезаешь. То есть нету вот этого перехода от одной содержательности к другой. Содержательность всегда одна. А тут в том-то и дело, что здесь нет перехода, они же так структурно устроены уже в единстве. Вот мы пытаемся препарировать вот это самое странное единство, которое изначально в субъекте даны как единые данности. И нам нужно как раз таки, когда вы говорите о рефлексе, что мы понимаем, что котенок задает нам вот это бытие, мы же... Вот это понимание — это же и есть созерцание. Вот что мы делаем. Так, котенок сдается вам скрипп. Это же и есть созерцание. Когда мы понимаем... В лице котенка скрипт нам приходит? Да, этот скрипт приходит, а понимание того, что это скрипт — это же и есть созерцание, созерцательная часть этого дела. Ну вот она получается не созерцательная, она получается вот такая деятельная. Нет, ну да, она и деятельная, и созерцательная. Почему? Потому что само это понимание, это и есть созерцательность. Я об этом в этом слове созерцание не говорю, оно не созерцательное, оно рефлективное, но не созерцательное. Да, оно рефлективное. Да, к рефлексии, она основывается на этих созерцаниях. То есть созерцание, я понимаю, как нечто, здесь я использую в качестве предельно общего обозначения, которое это не только зрение или смотрение, а обозрение нашей рефлексии. Почему мне не нравится? Потому что когда я говорю созерцательность, всегда предполагается предмет, который мы созерцаем. А здесь, как ни странно, у тебя не предмет, не котенок уступает. Не только предмет, а... Всякий раз твое отношение с бытием. То, что мир есть, а меня нет. В лице котенка и в лице скифта. А в основном то, что только признание состоит в том, что это не созерцательная ситуация. Мир есть, а меня нет. Хорошо. Вот такой пример. Тогда, ну, котенок... Вот мы выключатели, идеальные пользователи выключателей. Мы пользуемся этим выключателем, и здесь нас нету, а выключатель есть. Ну, вот в живой телесности, в психике, разве не остается в рефлексии того места, где бы мы могли себя с этим выключателем осознавать в качестве целого, непосредственно целого, друг с другом. То есть вот это обозрение вот этого целого, где я и... где две части взаимодействуют с собой, где я одна часть, а выключатель это другая часть. Остается же в рефлексии эта возможность обозрения этого? Я не понимаю, почему котенок и девочка красивая в кустах, они как бы осознаются нам в качестве скрипта, а выключателя нет? Не знаю. Почему выключатели не осознаются в качестве? Осознаются разве? По-моему, не осознаются. Ну, как, может быть, отчаиваются? Нет, остается... Нет, она... Когда мы им пользуемся, мы можем не осознавать это, но остается всегда возможность того, что мы это можем осознавать. То есть в нашей рефлексии остается всегда способность к этому, то есть самая возможность. Да, конечно, опять-таки, в таких крайних случаях, быть может, они и выступают как взаимоисключающие. То есть когда мы уже осознаем себя как целый с этим выключателем, мы, может быть, уже не можем его выключать, получается, в крайних таких случаях. Ну, когда, опять-таки, будь то охотник или вот этот обманутый муж, он же всегда удерживает эту ситуацию, если не вдаваться в онтологии формы, он же всегда принужден быть созерцателем в той ситуации, которая, в принципе, не может быть. Правда, конечно. Вот, он же существует, но он же так же и деятель, он же своими действиями это же опосредовал, вот это созерцание. Это понимание или осознание, давайте так сразу несколько синоничных этому делу. Да, да, не знаю, вот он опосредовал. То есть здесь идеи, эти лица, они же работают вместе? Да, бесконечно. В чем здесь еще другой пафос? Пафос наслаждений. Потому что она для него бесконечно привлекательна. То есть в этой ситуации быть обманутым мужем, она для него привлекательна не потому, что хорошо быть обманутым мужем, а потому, что устанавливается истинное положение дел, которое есть у каждого у нас в мире. То, что в мире есть, а у нас нет. Да, 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 но здесь же это обстоятельство не исключает вот действие вот этих двух субъектностей. Вы имеете в виду Достоевского повесть, да, «Вечный муж». Да, 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 конечно. Да, «Вечный муж». И потом у них девочка родилась непонятно от кого. Как символ их всего этого дела. Да, его наслаждение. Вот он ее всяческим образом. А, кстати говоря, что здесь интересно, деятельность означивания выполняет девочка вот эта или он сам же все-таки как бы интересно? Ну, я не знаю, что деятельность означивания, потому что я, в общем, подозреваю, что как и с котиком нам на означивание, а с содержательной точки зрения остается культурой, которая существует. Я ведь почему проводил различия между философией, вот то, что вы говорите, оно всецело так, но в психологии, в живой телесности, не в стерильном субъекте познания, а вот в непосредственном индивиде, именно вот эти два региона, его субъектности, они вот взаимно друг на друге держатся, как бы, и в субъектности оно вот как-то так происходит. Просто я не знаю, какие еще такие примеры привести, которые, по-моему, они достаточно хорошо репрезентируют, как они друг друга. Просто в одном случае они, эти две субъектности, они друг другу, самый важный момент, что они друг друга опосредуют, где каждый является то подчиненным, то подчинителем. Вот в чем дело, вот какой мой основной момент. Если не нравится термин созерцательность, можно взять термин просто обозрения целого или осознательности, как-то вот так вот. То есть мы вот эти две, я просто к более общей проблеме пытаюсь подойти тоже через это дело. Да, я, наверное, начинаю понимать, о чем ты говоришь. То есть, ну, я тоже, может быть, то есть ты хочешь сказать, что вся, ну, это, да, наверное, действительно, это правильно, что всякий раз, когда я бегу за мамонтом, да, я, наверное, наступаю в отношении с целым. В этом смысле ты говоришь, что у тебя в захваченности присутствует момент созерцательности. Да, 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 да. И точно так же, когда я пытаюсь вступить в отношения с бытием, а когда я там танцую в школе медведя, да, да. То есть быть бытием, ну, здесь да. Не нужно быть деятелем, но этот деятель всецело подчинен и отдан на откуп созерцателю вот этому, который диктует эти правила. И в психике, если эти дискрипции, строгую дискрипцию педантично провести, можно построить очень интересную дисциплину, именно вот с такой теоретической психологией. Я внешнюю сторону вопросов не рассматриваю, ну, какие-то аксиологические там идеи или там нравственные. Вот. А вот именно мне хочется заглянуть вот в эти регионы субъектности. Почему? Ведь это дело нас отправляет еще к более сложной проблеме. Это проблема мультисубъектности. Ведь мы же, будучи субъектами, мы отдельной дисциплиной изучают, значит, субъекта как субъекта познания, другие дисциплины как субъекта действия, третьи как субъекты переживания. И они все разрывают этого субъекта на куски, а обратно в единство пока что нет такой дисциплины, которая бы этого единства могла как-то собрать и обозреть это в одном индивиде. Ведь это все имеет какую-то общую устроенность, о которой нам пока что практически ничего не известно. И эту проблему я не встречал, чтобы кто-то так вот поднимался такой же конкретикой и приземленностью, как я. Вот. Хотя, может быть, и есть такое дело, и хорошо бы, если бы кто-нибудь меня отправил к таким исследованиям. Вот. Опять-таки, здесь же, когда мы обозреваем таким образом ситуацию, мы можем увидеть, когда вот эти два региона субъектности или два состояния, скрипт и дескрипт состояния, они же комбинируются между собой, проявляют многие другие вещи. Вот, например, всецело деятели, всецело деятели, у них же есть своя душина. Они, может быть, и не пребывают в состоянии вот этого созерцателя, не любят даже, может, пребывать. Ну, у них есть своя душина. Вот этот деятель, который взял, построил дом, он потом смотрит на него со стороны, и это как бы производное состояние созерцания содеянного. Он обозревает, и он тоже в качестве созерцателя какого-то такого выступает, который, ну, это уже производное состояние, производное этих двух. Ну, не знаю, в каком состоянии, просто смотрит на дом и все. Да, но он-то осознает, что он этот дом построил. Если бы он строил дома, потом построил, посмотрел на него и в углу повесился, вот это было бы... И такое тоже может быть, и такое же... Ну, когда бы это было, был бы по-нашему. Так это оба состояния, так оба результата, они оба по-нашему по-своему, если в более общем результате, не в более конкретном, а более общем. И может он повеситься, может расстроиться, разочароваться в том, что он не получил того, чего... Да, нет, дело не в разочаровании, не то, что строил-строил дома, у него стена одна кривая, от этого повесился, не от этого, а от того, что форма отчаяния, вот у него была форма некоторая, потом наступил момент протезвения своего... А почему момент вот этого формы отчаяния можно стать? Из-за чего, из-за каких причин бы опосредовали вот это дело? Разве не то, что когда он увидел, что он делал дело, делал то, что хотел, а это уже в итоге не оправдало того, к чему, как деятель, он стремился? То есть это же зависит уже непосредственно от всякого индивида, который как бы... Зависит от того, как он это целое обозреет, и себя в качестве причинности, причинения вот этого целого. Не знаю. То есть проблемы нет недостижимости результата. То есть это совсем другая... А это новая форма рефлексии? Континка совсем другая, чем у знаменитого этого плотника, который строил, строил, строил храм, он в Кижах, потом построил и зашвырнул свой топор в озеро. Так его звали там. Ну что-то даже я не помню такую историю. Ну это в Кижах такую историю всем рассказывают. Ну там многоглавая это вот этот собор, и что считается, что был у него архитект, он же плотник, и он его строил. Потом просто делал настолько хорошо, что никогда не построил ничего лучше. Совершенно понятные его рефлексии, и мы можем такую же по описанию произвести. Ну вот это как здесь, это совсем другая. То есть ты вешаешься в конце не потому, что... Ну просто она... Оказывается, что рефлексия стоит... Ты понимаешь, что любая деятельность, то есть отдавание себя во власть какого-то определенного скрипта, будь творчество, будь строительство храма, она для тебя одинаково чужда. Потому что рефлексия обнаруживает, что это то, что происходит, это как бы происходит не с тобой. А все, что с тобой по-настоящему происходит, только одно, что в мире есть, и тебя нет. Пошел и удавился. Это в случае, когда мы всецело пребываем в состоянии... Да, рефлексия или скрипт в состоянии. Почему он тогда на роде скрипт? Нет, когда мы понимаем, то да. Но когда мы еще не поняли... А когда это, вот, а есть возможность завлечься, как вот эта женщина-диспетчер в ЖЭКе, вовлеклась в эту ситуацию, утра до вечера, как белка в колесе, хоп, Да, да. Потом пришла домой, и там, ребенка накормила, мужа обложила, тоже как белка в колесе, немного поспала и опять на роду. И вот в этой ситуации. А потом как-то человек пришел, она сидит в углу, пьяная, смотрит бессмысленными глазами на стенку вперед. Да, и это же ситуация, момент рефлексии. Опять-таки, мы же просто... Я хочу указать лишь на то, и всецело повторяю, что эти два состояния психики, они не могут существовать изолированы друг от друга. Но только в другом... Единственное, что эти состояния, они... Почему мы можем философию их разделить? Да потому что психики, они друг друга используют в различных моментах. В одном моменте каждый эксплуатирует другого. Да, и здесь становится интересно, что такое успех настоящий. Что такое успех? Успех с этой позиции, это получается, это ситуация отсутствия рефлексии. Вот это очень интересно. То есть как бы все психологи, психологические тренинги, они учат людей рефлексию избегать. Да, чтобы быть абсолютным деятелем. Почему я говорю, что я никогда не встречал ни одного умного человека, думающего по-настоящему, которому бы выучить хотя бы один иностранный язык? Интересно. По тем самым причинам, что любая деятельность тебе абсолютно получается чужда. Если ты рефлексивен, то есть ты по-настоящему рефлексивен, то выучить иностранный язык, это не для тебя. Ну, просто невозможно. Вовлечься в этот самый скрипт. Да. А дурачки, они по 10 языков учат, по 20. У меня был такой товарищ, глупый до невозможности. Игорь Фролов вызывали, биолог, аспирант. Вот он много языков учил. Но тупой был до невозможности, конечно. Ну, ехал в Штат, я думаю, сейчас там провел в Блатово. Нашел свою среду, думаю, что богатый, успешный. Какой-то там еще. Да, да, да. Он интересен тем, что я у него спрашивал, а как, мол, ты за девушками так удачно получается ухаживать? А он объясняет мне, значит, каким образом у меня получается это сделать. Ты пришел, познакомишься с ней, приводишь ее к себе в общежитие. Аспирантское тогда. И начинаешь, ну, кормишь ее, два курачка пожарил. После этого она, значит, ты по ней хопа к ней подваливаешь. Она не говорит, а ты ей говоришь, ты что, говорит? Ты теперь просто обязана мне это даться. Я же аспирант, эти два курачка пожарил. Для меня голодного аспиранта, значит, на 90-х годов, это дорога. Вот такой метод при помощи окорячков было ухаживать. Понимаешь, что с точки зрения эффективного и любого умного человека, вот действительно думающего, вот эта самая ситуация окорячков и девушки, она невозможна. Нестерпима, да. Нестерпима. Для него это нормально. Человек учил иностранные языки на автомате просто. Да, вот и мы должны здесь перейти еще к одному важному моменту, что вот эти два состояния, они виздают архетипы личности. Всякий человек даже рождается с той или иной доминантом в ту или другое состояние. Один рождается всецело, захвачен, но не всецело, лишь в большей части его рассудок, его существо захвачено скрипт состоянием. Другое же дескрипт состоянием. Одни пытаются стать кем-то, другие пытаются понять, кто они уже есть. И мы вот эти вещи можем проследить везде. И это взаимодействие все равно, оно должно быть в философии, да. Мы изоированно смотрим на них по отдельности, и нам это репрезентирует очень много различных содержательных суждений. Но в психологии нам важно посмотреть, как они взаимодействуют все же, хотя бы они были по отношению друг к другу, то подчиненный, то руководитель. Потому что вот так можно прийти к единству вот этой вот мультисубъектности, о которой я еще не так много говорил, но которая, кажется, очень интересная проблема. Вот. И хотел... Так, разбор... Ну, так, это мы посмотрели. Значит, разбор вот с Декартом. Очень интересная была формулировка. Я тогда, когда первый раз посмотрел, мне показалось, это начало, самое начало всего вот этого, всего этого дела со скрипт психологии, философии. Когда Декарта, значит, говорил о том, что единственная свобода – это свобода не выбирать, а потом где-то говорил, что, значит, я мысль, значит, существую, или если у меня есть возможность там отрицать предметность или бытие, тем самым не утверждая свое собственное бытие, да, как-то так. Здесь эти две фразы... Дело в том, что мы изолированно посмотрим на фразу «Единственная свобода – это свобода не выбирать». Ведь получается так, что эта фраза, если она... Я же не так это формулирую. Я говорю, что есть свобода – это свобода между тем, как выбирать, и не выбирать. Вот так. Да, да, да. Свобода стоит в выборе между тем, что выбирать и не выбирать. Да, но получается, что сама по себе эта формулировка кажется немного противосмысленной. Какому отношению? Если мы выбираем что-то или выбираем между тем, чтобы выбрать что-то и не выбрать, Это ведь тоже выбор, который также привязывается к мотиву. Ведь не выбор, не выбирание, это просто отрицание всех остальных выборов. Это значит, как мы пришли на выборы и поставили галочку против всех фактически. Здесь это тоже всецело скрипт, скрипт состояния. Но! Но! Как раз здесь есть вот это, там человеческое по-настоящему появляется сознание, вот именно так. Если бы скриптом была, если бы ты был бы вреданного маслом, выбирал между Кока-Колой и Псиколой. Да, ну... У Кока-Кола вторая Псикола. Дело в том, что вот в том-то и дело, что мы, когда перед нами стоит какой-то аподектический выбор, третьего, не выбора, нам в принципе нашему рассудку не дано. Если, если мы не будем выступать в качестве несобственной формы происходящего. В таком только случае мы не выбираем, и это состояние естественно, естественно, здесь наше невыбирание не привязывается к мотиву, потому что мы являемся несобственной формой происходящего. Поэтому эти две формулировки Текарта находятся в том отношении, что одна является как бы основанием для другой. То есть, когда мы сомневаемся в бытии, мы уже не являемся скриптом, мы не можем быть в бытии, мы являемся его несобственной частью этого бытия. И как раз-таки мы не принуждены, нас нет мотива, чтобы что-то выбирать или не выбирать. Мы просто не выбираем, потому что мы являемся несобственной формой. Я-то вот, к сожалению, думаю, что Текарта как раз не из этой оперы. Почему? Потому что в том, что он сомневается, это совсем не сложные скриптовые вещи какие-то, не тексты, а он сомневается в бытии конкретной вещи. Да, но что бы это делать? Он же не может ее выбрать уже, что-либо выбирать. Я-то сомневался, скажем, в бытии видеокамеры по стилю Декарта. Да, но самая возможность, сомневание, сомнение, это значит, мы эту камеру не выбираем или выбрать между камерой и... Нет, 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 не то, что ты не выбираешь, а просто как-то... Ну вот, собственно, а пусть ее нет, а пусть она нет. Но я же ее вижу, говорю, Декарта. Да, но в этих формулировках, согласитесь, нет возможности, чтобы мы что-то выбирали, чтобы мы привязывались к скрипту происходящего. Нет возможности. Вот, поэтому вот эта формулировка лежит в качестве причины формулировки того, что единственная свобода, это свобода не выбирать. Я-то думаю, что как раз главное здесь, вот в следующем, что она здесь обнаруживает... Для нас вот впервые нам демонстрируют такую технику, которая в мире демонстрирует присутствие сознания. Не сознание ни одной из видов вещей, да? Что вот здесь вот и ослик, здесь пальма, здесь... А то, что это нечто отсутствующее... А вот я рядом с ними стою. А то, что она вот по другим онтологическим статусам, по другим онтологическим соусам, она приходит. Поэтому, конечно, в этом Алёк ты прав, потому что она имеет отношение к скриптной философии, но она имеет отношение вообще ко всей философии. То есть, впервые нам демонстрируется сознание, как некое нечто, лежащее в основании мира. Полностью его противостоящее, да? Противостоящее и трансцендентное этому миру, собственно. Ну, в каком смысле трансцендентное? Мы даже можем вот что сказать тогда. Значит, всё наше научное познание о мире, оно ведь изучает тот мир, в котором не может быть этого сознания, не может быть этого восприятия. То есть, оно репрезентирует нам тот мир, в котором этих созидателей нет. Конечно. Если нет, мы, конечно же, опускаем здесь, значит, квантовую механику, копенгангинскую формировку его. Я думаю, что тоже точно. Любая наука, она всегда имеет дело с предметами, которые надо изучать. Да, но... Они бывают вонючие, красные, жёлтые, квантовые. Да, да, но вся остальная физика, ведь во всей основной физике прошлой наблюдатель как бы за скобками происходящего. Ну, там он тоже за скобками. А там он как раз таки является, в копенгангинской формулировке, он является непосредственным деятелем вот этого исследования, которое постигает. Но он такой, как некий предполагаемый. То есть, если у тебя есть возможность эту ситуацию наблюдать, то иногда я её неправильно понимаю, ты думаешь, что есть какой-то человек, он за глазками похлопал, туда посмотрел и что-то изменилось. Нет, у тебя есть возможность наблюдать, то у тебя двухуровни вылаза. Если есть возможность... Первый квант улетел, а ты второй можешь зафиксировать, то у тебя будет одна физика. А если у тебя, ну, у него, когда квант улетел, то будет другая физика. Человеку там тоже места как такового нету. Это надо тоже, на мой взгляд, наблюдать. Ну, понимаем. Ну, я здесь вот с этим... Почему мы здесь все собрались, занимаемся философией? И чем она... И это абсолютно правильная вещь. Чем она отличается? Тем, что наука принципиально не может иметь дело с той данностью, с которой имеет дело философия. Всякий раз она гибнет, уставивается на предмет, он её становится вонючим, электронным, мышкой, зайчиком, кем-то ещё этот предмет, столовым, видеокамерой. Но при этом, она какие-то из закономерностей там... Но при этом вот ту фундаментальную штуку, которую нам обнаружил Декартия, о свидетельстве, которое мы видим везде, вот, например, из психологии и произведения Достоевского, она никогда с этим делом не сталкивается. Вот так. Так, очень интересно. Интересно. Я готов всецело присоединиться к этим соображениям. Всецело. Так, 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 так. Кажется, вроде бы я все сказал, что хотел. Ну, хлопайте, да.